Чтобы представить то значение, которое играет в экономике России уголь, достаточно сказать, что от него напрямую зависит благополучие 11 миллионов человек. Именно столько людей живет в тех регионах, где добыча этого вида топлива – ключевая отрасль экономики. Отмечу, что с 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 миллионов тонн в год. Но из них больше половины поставляется зарубежный экспорт. За последние 8 лет объем экспортных поставок вырос более чем на треть. Для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию. Выстраивать планы как на ближайшие 3-4 года, так и на более длительном горизонте, исходя из стратегических вызовов и долгосрочных перспектив мирового угольного рынка. На сегодняшний день основной сбыт угля приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. В прошлом году на этом направлении было поставлено 122 миллиона тонн российского угля. При этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании. Важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности. А это, подчеркнуто, означает новые рабочие места, рост доходов людей, занятых в этой отрасли и в транспортном комплексе России тоже. У нас уже запущены планы по развитию восточного полигона железных дорог, по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба, которые выходят на дальневосточные морские порты. Глава государства потребовал скоординировать работу бизнеса и властей в вопросах, связанных с угольной промышленностью в регионах. Необходимо сформировать современную комфортную среду для жизни людей в регионах, где идет добыча, при этом не забывая вопросы экологии. Вчера было принципиальное решение, по которому президент еще раз четко дал всем указание, что угольная отрасль Российской Федерации должна развиваться. Утвердил параметры, по которым должна развиваться угольная отрасль всего восточного полигона. И в частности для Кузбасса было сказано, что к 2024 году 30% плюсом при росте провозных мощностей по вывозу угля на восточный полигон. Для нас это принципиально важно, потому что последний кризис, он вообще сам по себе масштабный международный кризис в угольной отрасли, но он ударил гораздо сильнее экономически, потому что у нас не было возможности вывезти на восточный полигон. И кстати президент поручил к концу марта утвердить программу социально-экономического развития Кузбасса. Она должна включать инвестиции в транспортную, коммунальную и прочие инфраструктуры региона, в том числе и в развитие туризма. Галина Ельина, Ленинск ТВ